Пион Коралл Шарм, Пейния Коралл Чарм, особенности размножения сорта. Встретить человека, который бы равнодушно относился к пионам, практически невозможно. Часто именно это растение называют королем цветов. Сегодня существует огромное количество сортов пиона, которые выведены благодаря многолетним трудам селекционеров. Особой популярностью среди цветоводов пользуются коралловые пионы. Их ценят за впечатляющий внешний вид, игру красок и богатство цветов. Пион Коралл Шарм, Пейния Коралл Чарм, что это за сорт? Цветок пион Коралл Шарм очаровывает людей и полностью оправдывает свое название. Впервые гибрид с лепестками кораллового оттенка был выведен в 1964 году. Благодаря трудам селекционеров Уисинга, как цветет молочно-цветковый пион Коралл Чарм? К сведению, цветок относится к группе полумахровых многолетников. Краткое описание и характеристика. Основным отличием пиона сорта Коралл Чарм, как его еще называют цветоводы в России, является его цвет. Он может варьироваться от насыщенного кораллового до топленого молока. Цветок оригинальный и неприхотливый в уходе. Хорошо растет в районах с умеренным климатом. Выделяется среди всех остальных не только необычной расцветкой, но и гигантскими размерами. В высоту пион Шарм вырастает до 120 сантиметров. Окрас бутона изменяется в зависимости от этапа цветения. Сначала растение темно-розового цвета, в середине цветения он становится нежно-коралловым со светлой каймой, а в конце приобретает бледно-розовый оттенок. Обратите внимание, из всей коралловой серии и позже всех своих сородичей зацветает именно этот гибрид. Цветоносы у этого цветка поднимаются до 95 сантиметров. Листья среднего размера темно-зеленого цвета, они немногочисленные и суженные кверху. Декоративность куста сохраняется на протяжении всего сезона. На одном цветоносе формируется по несколько крупных бутонов, которые в диаметре достигают 17-18 сантиметров. Их строение чешевидное. На ощупь лепестки полумахровые, собираются в густую середину. Пион Коралл Чарм относится к зимостойким растениям. Бутон травянистого пиона Коралл Чарм. Преимущества и недостатки сорта. К основным достоинствам цветков этого сорта относятся привлекательный. Внешний вид, прочный и высокий стебель, который позволяет не подвязывать растения, а также декоративность, сохраняющаяся на протяжении длительного времени. Что касается недостатков, то у этого цветка их практически нет. Единственное, что отмечают, так это позднее цветение. Использование в ландшафтном дизайне. Для великолепных и удивительных пионов Коралл Чарм найдется место совершенно в любом саду. Наиболее эффектно смотрятся как одиночные, так и групповые посадки на фоне яркого газона. Идеальными соседями будут розы, клематисы и флоксы. Интересно с пионами сочетаются миниатюрные горные сосны и можжевельник. Пион Коралл Чарм в ландшафтном дизайне. Выращивание цветка. Чтобы вырастить здоровое и красивое растение, важно правильно выбрать саженец. При покупке посадочный материал требуется тщательно осмотреть. Обратите внимание, покупать саженец с засушенными корнями и признаками заболеваний не рекомендуется. Он должен иметь здоровые и крепкие корни. Посадка корневыми черенками. Перед посадкой цветка необходимо предварительно подготовить ямки. Расстояние между ними должно быть не менее 1 метра. В глубину посадочное место не должно быть больше 5-6 сантиметров. Посадочная яма готовится заранее, приблизительно за 3 недели до планируемой посадки. Время для посадки и выбор места. Опытные цветоводы сажают пионы в конце лета, начале осени. Весной посадку проводить не рекомендуется, так как пионы этого сорта на одном месте могут расти около 10 лет. К выбору участка следует подходить тщательно и ответственно. Отдавать предпочтение следует солнечным и хорошо защищенным от ветра местам. Также там не должна застаиваться вода. Превосходно себя чувствуют цветы на восточной стороне. Как подготовить почву и цветок для посадки. Опытные цветоводы стараются готовить посадочную яму за месяц до высадки растения. Диаметр ее и глубина должны быть не менее 60 сантиметров. Как только яма будет готова, на ее дно требуется насыпать дренаж, а также подготовленную почву смесь. Грунт должен быть плодородным и не кислым. Самым оптимальным считается следующий состав. Одна часть торфа, одна часть перегноя, одна часть песка, одна часть глины. Важно! Сверху слой грунта должен быть не более 25 сантиметров. Подготовка почвы для посадки пиона Коралл Шарм. Процедура посадки пошагово. При посадке пиона необходимо придерживаться определенного алгоритма. Если за время субстрат успела сесть, нужно подсыпать садовые земли. При этом не следует переусердствовать, так как почки, находящиеся сверху на корневище, должны быть углублены от поверхности грунта не более чем на 5 сантиметров. После углубления корневища присыпается почвой, которая тщательно уплотняется. Сажа не спаливается водой или слабым раствором марганца. На одну лунку необходимо около 8 литров воды. Завершающим этапом является мульчирование лунки. Уход за растением. Добиться пышного цветения можно только благодаря правильному уходу, который должен проводиться регулярно. Полив и подкормка. Уход за молочно-цветковым пионом Коралл Шарм обязательно должен включать в себя еженедельный полив. После посадки на протяжении первых двух лет удобрения в почву не вносятся, так как цветок получает все необходимое из лунки. По истечении этого срока в грунт систематически вносятся подкормки. Делать это следует три раза в год. Ранней весной. В период завязывания бутонов. После цветения спустя две недели. Для подкормок используют сначала древесную залу. Затем раствор коровика или птичьего помета. Завершают внесением суперфосфата. Обратите внимание, при подкормке минеральными удобрениями нужно следить, чтобы они не попадали на шейку цветка. Мульчирование и рыхление. Рыхлят и мульчируют землю возле куста паяния Коралл Чарм систематически. Особенно такие процедуры по обязательной порядке проводятся после поливов. Мульчирование паяния Коралл Чарм. Профилактическая обработка. Пион травянистый Коралл Чарм в процессе выращивания требует профилактических обработок. Именно такие мероприятия помогают защитить цветок от грибковых заболеваний. Для этого в весенний период растения опрыскивается фунгицидами или бордоской жидкостью. Цветение пиона Коралл Чарм. Цвестибион начинает в июне. В период цветения сад наполняется сладковатым манящим ароматом. Период активности и покоя. Период покоя начинается с появлением первых заморозков. В это время стебли срезают до 2-4 см над землей, а также мульчируют торфом. Весной все аккуратно снимают, и растение начинает стремительно развиваться. Уход во время и после цветения. Во время цветения уход за цветком ничем не отличается от остальных периодов. После цветения при первых заморозках растение обрезается. Что делать если не цветет? Отсутствие цветения может объясняться множеством факторов. Например, причиной может быть неудачное место для посадки или слишком молодой возраст цветка. В первом случае с проблемой поможет справиться пересадка, а во втором необходимо только время. Важно! Частые пересадки и диспропорция куста также могут привести к тому, что цветок не будет цвести. Пионы после цветения. Как только пион отцветает, у него начинается очень важный жизненный период. В это время растение готовится к зиме и восстанавливает свои силы. Поэтому от того, насколько правильно будет организован уход в этот промежуток времени, зависит дальнейшее состояние и развитие растения. Пересадка. Если планируется пересадка пиона, то согласно описаниям этого сорта, осень считается наиболее благоприятным периодом. Самое главное, тщательно подготовить грунт и правильно пересадить цветок. Обрезка и подготовка к зиме. Временем обрезки пионов считается осень. При этом все мероприятия должны обязательно проводиться, как только наступят первые заморозки. Обрезать побеги следует на уровне почвы. Обратите внимание, с обрезкой затягивать не стоит, так как в таком случае могут возникать проблемы с корневой системой. Если цветок выращивается в регионе с суровыми зимами, в таком случае подготовка к зиме заключается в мульчировании и укрытии растения. В южных регионах такие мероприятия не нужны. Обрезка пиона на зиму – болезни, вредители и способы борьбы с ними. Пионы сорта Коралл Шарм отличаются хорошим иммунитетом. Но если не соблюдать технику выращивания и неправильно ухаживать за цветком, его могут поражать такие вредители, как круглые черви, бронзовки и тля. Также цветок может подвергаться гнили, курчавости и мучнистой росе. Избавиться от вредителей можно с помощью фунгицейдов. Настоящую угрозу для пиона представляет галовая нематода. Справиться с такой проблемой можно с помощью выкорчевывания, сжигания цветка и дезинфекции грунта. Только в таком случае можно оградить другие растения, находящихся по соседству от поражения этим вредителям. Букет из пионов Коралл Чарм. Пион Коралл Шарм – красивый эффектный цветок, выделяющийся крупными соцветиями, яркой сочной зеленью и удивительным ароматом. Сегодня представить себе дачу или приусадебный участок без него практически невозможно. Он не требует специального и сложного ухода, а также устойчиво переносит низкие температуры и перепады. На одном месте этот цветок может расти на протяжении около 20 лет.